С момента запуска ChatGPT в ноябре 2022 года искусственный интеллект захватил воображение корпораций потребителей настолько, что в этом году искусственный интеллект стал модным словом на многих мероприятиях, посвященным новым телевизорам. Однако, среди множества ТВ-демонстраций, которые видел до сих пор и которые касались искусственного интеллекта, самая подробная была представлена компанией Samsung, крупнейшим в мире производителем телевизоров на протяжении 18 лет подряд. А как обычно, актуальные цены на популярные телевизоры в описании к видео. На технологическом семинаре во Франкфурте в начале этого года, южнокорейский бренд очень подробно рассказал о том, как компания использует искусственный интеллект для расширения границ качества телевизионного изображения. Естественно, AI Upscaling был первым на повестке дня, но что взорвало наш мозг, так это заявление Samsung о том, что новая технология AI Upscaling Pro использует технологию генеративного поля для преобразования изображений с низким разрешением в изображение с более высоким разрешением, выходя за рамки традиционных методов повышения разрешения, которые для заполнения пробелов обычно включают анализ соседних пикселей и интерполяцию новых. Технология генеративного искусственного интеллекта Samsung не просто интерполирует пиксели между существующими, а вместо этого генерирует новые, чтобы заполнить недостающую информацию в увеличенном изображении. Генеративная модель обучается на огромных массивах данных изображений, изучая сложные паттерны, текстуры и детали, связанные с различными типами контента, от природных ландшафтов и городских пейзажей до человеческих лиц и предметов быта. При увеличении разрешения генеративная модель искусственного интеллекта использует свои знания для предсказания и генерирования наиболее правдоподобных деталей, которые должны присутствовать в версии изображения с более высоким разрешением. Например, в сценах со сложными текстурами, такими как листва или кирпичная кладка здания, искусственный интеллект может генерировать текстуры, которые отсутствуют на исходном изображении с нескольким разрешением, что позволяет получить более детализированный и реалистичный результат. Этот процесс похож на то, как чат GPT генерирует тексты, предсказывая следующее наиболее вероятное слово в предложении на основе контекста, созданного предыдущими словами. В случае AI Upscaling Pro от Самсунга, контекст это существующее изображение низкого разрешения, а слова это пиксели, которые генерируют нейросеть для создания версии высокого разрешения. Самсунг называет эту технологию Quantum Super Resolution, подчеркивая, что в ней используется специальная нейронная сеть, предназначенная главным образом для повышения разрешения и работающая на базе самого современного процессора NQ8AI Gen3, который в два раза быстрее и имеет в 8 раз больше нейронных сетей, чем его прошлогодний предшественник. Нейронная сеть способна обновляться с течением времени, что позволяет предположить, что ее способность генерировать недостающие детали и улучшать качество изображения может улучшаться по мере получения большего количества данных и дальнейшего обучения. Генеративная заливка, используемая в технологии Samsung AI Upscaling Pro, не воссоздает реальные детали в плане выявления информации, которая была изначально запечатлена в исходном материале, но впоследствии потеряна в более низком разрешении. Вместо этого она генерирует правдоподобные детали на основе изученных шаблонов из обширного набора данных изображений. В этом процессе искусственный интеллект прогнозирует и заполняет текстуры, края и формы, которые могли бы существовать в сцене, если бы она была снята или отображена в более высоком разрешении. В некоторых профессиональных применениях, таких как цифровая криминалистика или медицинская визуализация, такие сгенерированные детали могут оказаться проблематичными, поскольку необходимо иметь точное представление исходных данных без каких-либо изменений или дополнений, сделанных искусственным интеллектом. Однако в развлекательном контенте, таком как фильмы, сериалы и видеоигры, Samsung утверждает, что ее основной целью является усиление погружения и удовольствия зрителей, а сгенерированные детали могут улучшить впечатление от просмотра, делая контент более реалистичным и захватывающим, не отрываясь от художественного замысла или повествования. Если вы не можете определить с обычного расстояния просмотра, как минимум с двух метров, не все ли равно, присутствуют ли детали апскейлинга в оригинальном источнике или сгенерированы искусственным интеллектом? Сообщите нам свои мысли в разделе «Комментариев Ютуба». Далее. Samsung продемонстрировали свою технологию AI Motion Enhancer Pro, используя новый флагман 2024 года, 8K QLED QN900D против обычного 8K телевизора, который был прикрыт, чтобы скрыть его личность. Хотя, судя по периодическим артефактам разрыва на новостных программах, содержащих смешанный монтаж, замаскированный телевизор, скорее всего, был Sony. Возможно, BRAVIA ZE9K в режиме фильм, оставленным по умолчанию на высоких настройках. По словам Samsung, искусственный интеллект используется для обнаружения движущихся объектов в видеоконтенте, такие как мяч в спортивных играх или прокручивающийся текст в новостях, которые, в свою очередь, будут улучшены с помощью интерполяции кадров для уменьшения размытости и дрожания, обеспечивая более четкое и плавное движение. Что еще более примечательно, алгоритм Samsung'a AI Motion Enhancer Pro также может определять конкретные виды спорта, например, футбол, бейсбол или гольф, что позволяет ему более точно адаптировать эффекты сглаживания движения к типичным скоростям и моделям движений, связанным с каждым видом спорта. Энергоэффективность – это еще одна важная область, где Samsung применили свои инновации в области искусственного интеллекта, и результатом стал режим AI Energy, который использует расширенные возможности на ресити флагманского процессора NQ8 AI Gen3 для анализа контента в режиме реального времени и соответствующие настройки телевизора, чтобы сэкономить энергию без существенного ущерба для качества изображения. На технологическом семинаре во Франкфурте Samsung провели параллельное сравнение нового QN900D с прошлогодним QN900C. Оба телевизора работали в стандартном режиме с включенными настройками эко. И, несмотря на то, что яркость и цвета у обоих телевизоров выглядят одинаково, энергопотребление у QN900D оказалось ниже благодаря новому режиму AI Energy. А для геймеров Samsung представили новый режим AI Auto Game Mode, который автоматически переключает игровой пресет телевизора в соответствии с жанром игры, оптимизируя визуальное восприятие без необходимости ручного вмешательства. Искусственный интеллект Samsung использует механизм распознавания шрифтов в процессоре для определения названия игры, отображаемой на экране, что позволяет телевизору понять тип конкретно этой игры, будь то RPG, спортивная игра, FPS или любой другой жанр. После идентификации, нейросеть автоматически выберет подходящий игровой пресет, соответствующий данному конкретному типу игры. Например, если вы играете в FPS, телевизор Samsung переключится на игровой пресет FPS, что улучшит детализацию теней и видимость темных областях, повышая вашу способность замечать врагов, скрывающихся в тенях. Хотя режим AI Auto Game Mode предназначен для работы в автоматическом режиме, у вас все же есть возможность вручную переключаться между игровыми пресетами. Однако, цель этой функции – устранить необходимость в таких манипуляциях, обеспечив выбор оптимального игрового пресета без участия пользователя. Итак, хотя телевизионные технологии искусственного интеллекта Samsung были очень впечатляющими, большинство из них доступны только на передовом процессоре NQ8AI Gen3, зарезервированном для флагманского 8K No-QLED телевизора QN900D. А QN800D и 4K LED Samsung будут вынуждены довольствоваться менее продвинутым процессором NQ4AI Gen2, чье улучшенное искусственным интеллектом масштабирование движения не достигнет высот, обеспечиваемых топовым чипсетом NQ8AI Gen3. Чтобы узнать о других ключевых различиях между новыми моделями телевизоров Samsung 2024 года, посмотрите наше видео, нажав здесь.